Сборника тезисов, вот лого Европейского нейрохимического общества присутствует, как сказал уже Михаил Леонидович, мы приняли, как небольшую лепту внесли в организацию этой школы. И поэтому я очень благодарна, что мне дали слово рассказать про Европейское нейрохимическое общество и про Международное нейрохимическое общество, членом которого мы тоже являемся, чтобы привлечь молодежь в это общество. Я вижу столько замечательных молодых лиц в этом зале, и поэтому думаю, что мой доклад больше всего будет, в первую очередь, направлен на молодежь. Но тем не менее, руководители всех лабораторий, я тоже попрошу послушать внимательно про это общество и, может быть, привлечь ваших сотрудников в него, потому что действительно то, что мы делаем, то, что мы пытаемся сделать, это направлено на молодежь и на создание нового поколения нейрохимиков, нейроученых в Европе и во всем мире. И, как я уже сказала, Европейское нейрохимическое общество, оно является членом Международного нейрохимического общества вместе с Американским и Азиотехокеанским обществом, а также мы являемся членом ФЭНСА. Европейское нейрохимическое общество было создано 40 лет назад, когда был железный занавес, и когда российская наука, советская наука и многие европейские страны, особенно страны Варшавского договора, развивались в такой, так сказать, изоляции от остальных стран капиталистического мира, и вот такой контакт и диалог между учеными мог происходить только на конференциях международных при обмене учеными, и поэтому, чтобы облегчить вот такой диалог, было создано это общество. Оно не только помогало ученым встречаться на конференциях, но также, в первую очередь, это был канал, по которому люди обменивались техническими какими-то своими достижениями, реагентами, моделями, клетками, то есть ученые, приезжая на конференции, привозили все это с собой, это действительно было большим подспорьем. И вот это общество, оно сначала было небольшим, потом оно расширялось, сейчас вот оно охватывает 32 страны, и даже страны Канада и Австралия и страны Южной Америки с удовольствием вступает в наше общество, потому что мы даем такие преимущества, как, во-первых, возможность участвовать на конференциях Европейского общества по нейром наукам, это ФЕНС, а также принимать участие во всех тех научных проектах, которые мы пытаемся развивать сейчас. Ну, Европейское нейрохимическое общество, оно, значит, во главе стоит Совет общества, вот здесь все члены Совета нарисованы. Я являюсь секретарем этого общества, и через два года, через полтора уже года, если все так будет развиваться, как оно развивалось по конституции в нашем обществе раньше, я стану президентом. Так что очень будет приятно, я буду пытаться российскую нашу науку выводить на тот контакт, на тот уровень, чтобы все-таки наши ученые более были представлены во всех организациях, и на всех мероприятиях, которые мы организуем, и в Европе, и на мировом уровне. Ну, какие, во-первых, ну, как я уже сказала, что преимущества того, что вы сможете получить, когда станете членом Европейского нейрохимического общества. Во-первых, это, как бы сказать, одно членство в трех флаконах, да, или три свойства в одном флаконе. Вы сразу становитесь членами Европейского нейрохимического общества, международного и ФЕНСа. То есть вы платите один регистрационный износ в Европейском нейрохимическом обществе, он невысокий, 25 евро всего, и становитесь вот полноправным членом всех этих обществ. Кроме того, вы получаете свободный доступ к журналу «Джон оф нейрокемистри» и «Европейный джон оф нейросайенс». А также все, что вот на сайте Европейского и Международного нейрохимического общества, все грантовые поддержки, все участия в конференциях, подача на тревел-гранты, это все вам становится доступным. И, конечно, регистрационный износ на все конференции тоже для участников, членов Европейского нейрохимического общества тоже снижен. Так что это довольно-таки полезно. Кстати сказать, в зале я вижу несколько членов Европейского нейрохимического общества. Я думаю, что они подтвердят, что это хорошая организация, и имеет смысл рассмотреть вступление в нее. Во-первых, еще очень важно, что вообще основная задача Европейского нейрохимического общества это организовывать и проводить конференции по самым горячим тематикам, которые сейчас развиваются в науке. И вот оптогенетика была одной из наших таких целевых задач. Мы с Петром Дмитриевичем не раз обсуждали, что хорошо бы организовать Европейскую школу по оптогенетике. Я думаю, что вот эта конференция сейчас, она как раз дает такую большую надежду нам, что мы все-таки организуем это еще следующую школу, может быть, на более высоком уровне, с привлечением более широкого числа участников и международных ученых. И поэтому я очень-очень довольна тому, что мы действительно собрали такую хорошую аудиторию здесь и такой замечательный состав лекторов. Действительно, конференция по первому дню, судя, получилась очень хорошей. Я надеюсь, что все дни конференции пройдут с таким же энтузиазмом и с таким высоким научным качеством. Кроме того, если вы вступаете в члены Европейского и Международного нарохимического общества, это дает вам право подавать заявки на проведение различных симпозиумов, как в рамках конференции, которая проводится ежегодно. Европейское нарохимическое общество и Американское, и Международное мы проводим конференции каждый год, но они чередуются. В этом году проводил Американское нарохимическое общество, конференция вот недавно только прошла в Калифорнии. Через год будет в Милане Европейское проводить общество. Этой, кстати, осенью будет конференция в Макао, Азиатское, Тихоокеанское общество проводит. То есть конференции проводятся постоянно, И постоянно объявляются колы на то, чтобы подать заявку на проведение различных симпозиумов и воркшопов. И все члены Европейского нейрохимического общества приглашаются это сделать. Вот сейчас готовится конференция в Милане, которая будет проводиться в 2019 году. И открыт сейчас как раз кол для того, чтобы подать заявку на проведение симпозиумов. Я знаю, что Петр Дмитриевич активно это обсуждает с Виктором Цетлиным. Это очень будет хорошо. Кроме того, Европейское нейрохимическое общество каждые два года на своих конференциях вручает награду и возможность представить лекцию одному, а иногда даже двум, ведущим молодым ученым Европы. И для того, чтобы представить свою работу и свою работу на получение такой престижной награды, это можно сделать, будучи членами Европейского нейрохимического общества. Кроме того, сейчас на конференциях Европейского нейрохимического общества мы проводим симпозиум молодых ученых. Это симпозиум аспирантов и постдоков первого года после окончания, первых трех лет после окончания аспирантуры. Так что вы можете подать свои тезисы, подать заявку на участие в этом симпозиуме, представить результаты своих исследований, бесплатную дорогу, оплаченный регистрационный взнос. Так что 10 человек на каждой конференции получают такую возможность, это очень неплохо. Ну и кроме того, конечно, вы можете стать членом Совета Европейского нейрохимического общества и вносить свою лепту в развитие науки и вашего направления науки на европейском уровне. И можно стать и президентом. Это проще, чем стать президентом какой-либо другой страны. Что касается международного нейрохимического общества, конечно, у него намного больше финансирования. Эта организация довольно-таки хорошая, поскольку она владеет журналом Journal of Neurochemistry, который приносит довольно-таки хороший доход ежегодный. И у этой организации довольно-таки много денег, чтобы осуществлять все эти инициативы, которые здесь нарисованы. Тут и школа по проведению для молодых ученых по разным направлениям, и помощь в образовании в нейрохимии в различных странах, в основном в развивающихся странах сейчас, в Африке и Южной Америке. Есть вот такой комитет, конференц-комитет, членом которого я являюсь. Два раза в год мы рассматриваем заявки на проведение различных небольших конференций или симпозиумов в рамках более крупных организаций. Сюда можно посылать свои заявки. Действительно, это работает. Это около до 20 тысяч долларов получают в поддержку на проведение конференции те, кто подает заявки. Это вполне реально, это работает. Ну, есть у нас публикейшн-комитет, потому что Journal of Neurochemistry, как я сказала, является основным журналом вот этой организации. Вот профессор Тернер возглавляет этот публикейшн-комитет. Если есть какие-то вопросы, он вам может рассказать в кулуарах. Ну, здесь Travel Grant Committee, потому что на каждую конференцию дается около 50 грантов молодым ученым, тоже хороший. И вот Young Scientist Serving Committee. Это то, что мы тоже сейчас планируем сделать в Европейском нейрохимическом обществе. Помимо Большого Совета у нас, где у нас ученые такие уже заслуженные, еще будет организовываться совет из молодежи, которые будут учиться у нас, как руководить наукой, ну и постепенно-постепенно замещать нас в этой организации, во что мы очень верим и надеемся. Ну, я уже сказала, что взнос 25 евро, это, конечно, может быть и довольно-таки приличная сумма для молодых ребят, но, тем не менее, она вполне-вполне допустимая. Недавно мы поменяли свой веб-сайт, вот здесь вы можете его увидеть. Вся информация об организации, о истории, публикации, все там вы можете посмотреть, если вот на этот сайт зайдете. Очень вам советую туда обратиться. Ну, на этом красочном слайде написано, что вот за 40 лет существования Европейского нейрохимического общества проводились конференции во всех этих замечательных странах. Вот первая организация, первая конференция, на которой общество было организовано, состоялась в городе Басвей в Англии в 1976 году. И в 2013 году мы снова провели конференцию там же. Это было очень замечательно, так сказать, ностальгично. И вот если вы видите, в Санкт-Петербурге в 1998 году тоже проводилась эта конференция. Мне посчастливилось быть участником оргкомитета. И эту конференцию возглавляла Пэм Фредман, в то время она была президентом Европейского нейрохимического общества. А в прошлом году мы проводили совместно с Международным нейрохимическим обществом, мы проводили конференцию в Париже, на которой больше 800 человек было участников. Было довольно-таки много ученых из России. И я вот вижу Аню здесь, Чурилову, которая докладывала на этой конференции, на симпозиуме молодых ученых. Замечательно, замечательно выступила, Анечка. Вот, ну здесь вы видите вот фотографии внизу. На одной из фотографий, вот там, где я вместе с президентом Иосен Ага Ринкином и стартую Александр Принетти из Милана, мы вручаем вот эту премию молодому ученому, который получил легче шейповод премию. Он выступал с докладом, это Клевин Абрега из Португалии, очень подающий надежды молодой ученым. Мы сейчас его номинируем в совет Фенса. А вот здесь с докладом выступает Фердинанд Хуха, который получил первую только что установленную премию имени Хермана Бачеларда выдающемуся нейрохимику Европы. Ну, наверное, Фердинанд Хуха, его не нужно представлять, по его учебнику, наверное, училось не одно поколение российских нейрохимиков. Ну и вот фотография нашего дорогого Петра Дмитриевича, который задает вопрос Фердинанду Хуха. Кстати сказать, Фердинанд выступал с докладом без единого слайда. И все сначала были жутко шокированы, потому что привыкли сразу прийти, ставиться на экраны и смотреть, как там картинки мелькают. А он без всяких картинок, он говорил о боли. Я говорил о том, что это настолько феномен широкий, и рассказать его, про боль каждого рассказать невозможно. И действительно, когда все стали вслушиваться в то, что он говорил, это было лучше всякого слайдовой презентации, потому что он просто своими доходными словами рассказывал о такой сложной проблеме. Это потрясающий был доклад. И вот я, как сейчас помню, Петр Дмитриевич был очень восхищен этим докладом, и вы видите, довольное такое выражение лица у Петра. А вот несколько слов о Германе Бачеларе. Это был действительно замечательный ученый. Он был первым секретарем, потом президентом ИСН. Благодаря ему это общество организовалось. Он сотрудничал со многими учеными в Европе, и в Восточной Европе, особенно в Словакии. Он был первым, вообще был пионером в использовании ядерно-магнитной резонансной спектроскопии для изучения биологических, биохимических объектов. И эту энергетику мозга, тематику он очень долгое время проводил. Благодаря ему организованы были конференции по энергетике мозга. Был замечательный человек. Его именем мы и назвали вот эту вот престижную премию, которую мы даем ведущим ученым, нейрохимикам Европы. И вот Бачелар получил первую такую премию. В 2019 году мы будем вручать такую премию в следующий раз. И, пожалуйста, если у вас идея кого-то представить на получение такой премии, мы будем очень рады рассмотреть. Вот скоро объявим колл для того, чтобы нам присылали имена людей, которых мы должны наградить, можем наградить такой премией. Вот, ну еще вот я уже сказала, что следующая конференция Европейского анорихимического общества будет в сентябре 2019 года в Милане. Это вот Миланский университет, где-то будет проходить вот этот вот такой красивый клойстер, там картинка, а это вот собор, это Литл Мадонина, Монопикола Мадонина сидит на спиле Миланского собора. А вот это вот внизу, это совершенно новый квартал, недавно выстроенный в Милане, очень там симпатичный все. Я говорю о Милане с таким восторгом, потому что мне привелось работать в университете в Милане, еще будучи здесь сотрудницей лаборатории Евгения Михайловича Крэпса. У нас установился контакт с биохимиками в Милане, и мы действительно до сих пор дружим и работаем вместе. Это хороший творческий коллектив, с которым имеет смысл дружить всю жизнь. И сейчас я перехожу вот к тому вопросу, который я уже подняла, о том, что в 2021 году мы должны проводить очередную конференцию Европейского нейрохимического общества, и почему бы нам опять не провести ее в России. Поэтому я вас призываю подумать об этом. Если у вас есть желание, если есть энтузиазм и инициатива, давайте этот вопрос обсудим, где, как и что мы можем провести, в каком городе? В России, в Петербурге, в Москве, в Казани, где угодно. И у нас еще есть время собрать хорошую конференцию и показать всем, на что мы способны. Ну, я очень жду вашего участия в Европейском нейрохимическом обществе. Я буду здесь в течение всей конференции. Подходите ко мне, я дам вам рекомендации, дам вам форму. И мы ждем вас на наших будущих конференциях. И я думаю, что будущее науки за вами. Спасибо большое за внимание. Спасибо.